Екатерина Карганова, Волшебная булавка Всем хорош был зайка Кузя! Одно плохо, всего боялся. Не было в заячьем роду такого трусишки, как Кузя. Ветер дунет, зайка дрожит, Ветка хрустнет, зайка дрожит, Темноты боится, дождя боится, Беда да и только. А какой маме понравится, что у нее сын трус? И решила тогда Аннушка Показать сына лесному доктору Дятлу Иннокентию. Но одно дело решить, А другое уговорить Кузю. И пришлось зайчихе пойти на обман. Обманывать нехорошо! Ох, как нехорошо! Да только другого выбора у зайчихи не было. Сказала сыну, что глаз у нее болит. То ли соринка попала, То ли мошка залетела. И надо ей к доктору идти. Только одна она не дойдет. Вся надежда на сына. Испугался Кузя, Задрожал доктора. Он больше темноты, Больше грозы, Больше лисы, А лисы и совы Гликерье боялся. Увидела это зайчиха И говорит. Ну ладно, ладно, Никуда не пойдем. Буду терпеть сколько смогу. Второй бы глаз не заболел. Не увижу тогда ни ясного солнышка, Ни сыночка любимого Кузеньку. Завязала платочком она один глаз И собралась уходить. А зайчишка еще сильнее задрожал. Жалко матушку-зайчиху. Ой, как жалко! И залепетал. Согласен. Провожу тебя к доктору. Только когда солнце Над верхушками сосен поднимется, Ярче светить будет, Когда ветер в кустах шелестеть перестанет, И чтоб дорога, по которой пойдем, Была прямая да короткая. На том и порешили. Дождались и дня погожего безветренного, И времени, когда солнце над самой головой сияет, И дорогу покороче да попрямее наметили, И отправились в путь зайчиха Аннушка И сынок ее, трусишка Кузя. Доктор, красноголовый дятел Иннокентий Встретил посетителей приветливо. Он был в белом халате, На голове белая шапочка, На носу роговые очки, В кармане халата, Трубка для выслушивания, Дышите, не дышите. Рядом на столике Громоздились бутылочки с микстурой, Баночки с мазью, Коробочки с таблетками. И что больше всего напугало зайчонка Кузю, Инструменты, От одного взгляда на которые Кузина сердце Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук Бешено заколотилось, Уши задрожали, Глаза заморгали. И доктор Иннокентий Сразу понял, С каким больным он имеет дело. Так-так-так, На что жалуетесь? Спросил он зайку. Ни-ни-ни-ни-ни на что. Заикаясь, ответил Кузя. Ма-ма-ма-ма-ма-я-ма-ма. Понятно, Кивнул дятел. Посмотрим, что с мамой. А вы, голубчик, Посидите в сторонке. Мама сняла с глаза платочек, Незаметно подмигнула доктору, Что-то шепнула И взглянула на сына. Дело серьезное, Но не безнадежное. Вовремя пришли. Постараюсь помочь. Важно сказал доктор и Хм-хм. То ли захихикал, То ли закашлялся. Он взял со стола пипетку, Набрал в нее из бутылочки Какую-то жидкость И капнул зайчихе в глаз. На самом деле, Ничего он не капал, А только сделал вид, Что капает, Потому что знал Глаз у зайчихи Аннушки. Здоровеханек! Все в порядке! Хитро подмигнул он зайчихе. Прошу вас! Обернулся он к зайчонку. Можете идти! И вешливо открыл перед ними дверь. Потом вдруг уже на пороге Неожиданно спросил, Не заинтересует ли вас Одно замечательное средство? Только вчера из дальнего леса получил От страха. Действует замечательно. И заметьте, Не какая-нибудь горькая микстура или уколы, А булавка английская. «Ай!» Воскликнул зайка и спрятался за мамину спину. «Булавка!» Притворилась удивленная зайчиха. «Да что вы испугались!» «Не глотать же я ее вам предлагаю!» «И не колоть ею себя!» «Положите в карман!» «И страх как рукой снимет!» «Булавка-то непростая!» «Волшебная!» «Советую!» «Пожалуй, пригодится!» Согласился Кузя. А уж как обрадовалась зайчиха! «Передать невозможно!» «Ах, доктор! Спасибо! Большое спасибо! И от меня, и от сына!» Рассыпалась она в благодарностях доктора. «Очень нам пригодится ваша волшебная булавка!» Дятел Иннокентий пошарил в кармане, вынул большую английскую булавку и вручил зайке Кузе со словами «Лекарство редкое, бесценное, наделяет владельца львиным бесстрашием, орлиной зоркостью и скоростью гепарда!» «Теперь вам нечего бояться! Дарю я вам эту волшебную булавку, уважаемая зайчиха Аннушка! Вам и вашему сынишке! Очень вы мне понравились!» «Доктор, скажите, а когда она начнет действовать?» «Спросила зайчиха!» «Как когда?» Удивился Дятел. «Прямо сейчас и начнет!» «Вот, прошу вас!» Обратился он к Кузе. «Положите булавку в карман и громко произнесите!» «Волшебная булавка, помощница моя! С тобой я стану храбрым, отважным стану я!» «Закройте глаза, сосчитайте до трех, раз, два, три, откройте глаза и вперед!» Булавка была уже в кармане у Кузи, и он, осмелев, обратился к Дятлу. «Доктор, пожалуйста, дайте нам еще одну булавку. Будет две, одна мне, а другая маме». «Очень, очень сожалею, всего одна». «Да вы не огорчайтесь! Носите по очереди, сначала вы, а потом ваша мама!» Успокоил он зайку Кузю. «Действует безотказно!» «Счастливого пути!» «Раз, два, три, вперед!» Дятел Иннокентий так лихо тряхнул головой, что очки сползли на самый кончик его длинного носа, а белая докторская шапочка подпрыгнула и съехала на глаза. Зайка не на шутку испугался, но доктор плюхнулся на пол и озорным голосом прокричал «Бац!» «Кури-мац!» «Кунда-мирихлюнда!» И все трое, доктор, зайчиха и кузя, весело рассмеялись. «Ура!» закричал доктор. «Булавочка-то английская!» «Подействует!» Зайка недоверчиво посмотрел на дятла. Хотел что-то сказать, но мама потащила его к двери, и они, распрощавшись с удивительным доктором, вышли. «Темно!» «Полепетал Кузя дрожащим голосом и попятился назад. Да это просто тучка набежала на солнышко!» Успокоила его мама. «А булавка?» Забыл? Зайка сунул лапку в карман, вытащил булавку и зашептал. «Волшебная булавка! Помощница моя! С тобой я стану храбрым, отважным стану я!» «Раз, два, три!» «Ну вот! Чувствуешь, как действует?» «Мне теперь с тобой ничего не страшно!» Бодро взглянула на сынишку зайчиха Аннушка. Кузя с опаской огляделся и закивал. «Чувствую!» «Действует!» Он шел вперед, крепко сжимая в лапки булавку и повторяя про себя «Ничего не боюсь! Никого не боюсь! Ничего не боюсь!» И тут огненная стрела чиркнула по небу. Весь лес заполнился таким грохотом, будто огромная гора раскололась на части, и камни катились с вершины, сталкиваясь друг с другом. Кузя уткнулся зайчихи в бок, схватил голову лапками. «Кузя, сынок, уж не потерял я ты волшебную булавку?» Спросила сына зайчиха. «Нет, вот она!» Кузя быстро вытащил булавку из кармана и показал маме. И случилось невероятное! Размахивая булавкой, он скачал на пенек и закричал. «Волшебная булавка, помощница моя! С тобой я стану храбрым! Отважным стану я! Мама, ты же со мной! А я теперь никого и ничего не боюсь!» А вот кричать-то громко, может быть, и не следовало. Зайчишкин крик услышала сова Гликерия, ночная разбойница. Днем она спала, но от зайкиного крика проснулась недовольная и сердитая. Завертела головой, и тараща большущие круглые глаза, стала искать нарушителя лесной тишины и своего сладкого дневного сна. Сидела она высоко на дереве, а с высоты разглядеть пень, а на нем маленького зайчонка ничего не стоило. «Угу! Угу!» Грозно заугукала сова Гликерия. «Вот ты и попался, жалкий хвостунишка! Посмотрим, как ты ничего и никого не боишься!» Она привстала на мохнатых лапах, замахала крыльями и хотела слететь вниз, чтобы ссапать зайчонка, но не тут-то было. Кузя громко-громко забарабанил лапками по пню, как палочками по барабану, потом вытянулся во весь рост и бесстрашно крикнул сове, выхватив из кармана волшебную булавку. «Видишь, что у меня есть? Видишь? Английская булавка волшебная! Кто ею владеет, становится бесстрашным, как лев, зорким, как орел и быстроногим, как гип... гип... как гепард!» подсказала Кузя зайчиха Аннушка из-за дерева. «И быстроногим, как гепард!» «Вот! Поняла? Савище-гликерище!» Сова чуть не свалилась с ветки. Все на своем веку она видела, все слышала, слыла понятливой, даже умной, но такого, чтобы крохотный зайчишка посмел ей угрожать, такого не было никогда. Кузя почувствовал необыкновенный прилив львиного бесстрашия и закричал на весь лес «Жители лесные! Зайцы, мыши, ежи! Собирайтесь, спешите! Тащите хлопушки, колотушки, до веревки покрепче, до сети попрочнее, гликерью ловит!» «Эй! Эй! Ты что? Угу! Геп! Геп! Гепард! Угу! Сумасшедший лев длинноухий! Угу! Орел бескрылый! Да я!» «Ах, ты еще и насмехаешься! Волшебная булавка-помощница моя! С тобой я стану храбрым, отважным стану я! Раз! Два! Сказать три! Зайчишка не успел! Сова метнулась в сторону и, часто махая крыльями, полетела в глубину лесной чащи. Бац! Кури-мац! Кунда-мерехлюнда! Кузяк кубарем скатился с пня, захохотал, закружил зайчиху маму, пока она, запыхавшись, не угомонила малыша. «Мама! Мама! Какой замечательный! Какой добрый доктор-дятел! Ну что за чудо эта волшебная английская булавка!» Дома Кузя вынул из кармана курточки английскую булавку и сказал. «Мама! Я отдаю эту волшебную булавку тебе! Я уже ничего не боюсь! И ты тоже не будешь бояться! Бери! Она тебе пригодится!» «Спасибо, сынок! Очень пригодится! Что-нибудь приколоть или продернуть резинку в твои штанишки!» Улыбнулась в ответ зайчиха Аннушка. «Какие штанишки!» Возмутился Кузя. «Она же волшебная от страха!» «Нет, малыш!» Сказала мама. «Доктор-дятел пошутил! Булавка самая обыкновенная! Это ты молодец! Что сумел преодолеть страх! И я тобою очень горжусь!»